В тот же день, когда главы западных государств, таких как Соединенные Штаты, Великобритания и Франция, собрались, чтобы отметить 75-ю годовщину высадки в Нормандии, на другом конце Европы лидеры. Китай и Россия встретились в Москве. Независимо от того, является ли это совпадением или преднамеренным соглашением, у политических критиков в мире есть свои собственные слова. Однако, оглядываясь на историю, можно сказать, что отношения между Китаем и Россией не всегда были такими гармоничными и дружественными, и между двумя сторонами даже происходили вооруженные конфликты. За 70 лет отношений между двумя странами, от старшего брата и младшего брата до того, как они отвернулись друг от друга, снова сошлись, а теперь снова стали друзьями, это также отражает. Слова бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, в мире нет любви без причины, и нет ненависти без причины. Это был восьмой визит Си Цзиньпина в Россию с тех пор, как он стал верховным лидером Китаев. В 2013 году, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин приняли участие в мероприятии по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в Москве, подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и приняли участие в 23-м международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Считая эту встречу, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встречались почти 30 раз на своем посту. Он назвал Путина лучшим близким другом отношения между Китаем и Россией становится все теснее и теснее во время правления Си Цзиньпина и Путина. Недавно, подписанное совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности предупреждает, что нынешняя международная обстановка в области безопасности сталкивается с серьезными вызовами и отдельные страны в своих собственных геополитических и даже коммерческих интересах подрывают существующую систему контроля над вооружениями и предотвращения распространения оружия. Массового уничтожения в соответствии со своими собственными потребностями, поведение очень опасное, критикуя односторонние действия Соединенных Штатов по иранской ядерной проблеме, не называя имен. В ситуации, когда торговая война между Китаем и Соединенными Штатами расширилась, дружба России с Китаем стала более ценной. 1 октября 1949 года, на следующий день после того, как Мао Цзэдун объявил на площади Тиньяньмэнь в Пекине, что Китайская Народная Республика создана, Советский Союз стал первой страной, установившей дипломатические отношения с Китаем. Однако первый китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, подписанный Китаем и Советским Союзом 14 февраля 1950 года, был подписан Мао Цзэдуном после почти двухмесячного пребывания в Советском Союзе. 6 декабря 1949 года Мао Цзэдун выехал из Пекина и через 10 дней прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения советского лидера Иосифа Сталина и подписать договор. В ноябре 1957 года, во время правления Хрущева, Мао Цзэдун признался китайским студентам, обучающимся в Советском Союзе. Во время своего второго визита в Советский Союз я очень рад, что на этот раз приехал в Советский Союз. В прошлый раз, когда я приехал в Советский Союз я чувствовал себя неуютно. Но сейчас работа товарищей в Советском Союзе сильно изменилась, они более скромно относятся к зарубежным странам и любят обсуждать вопросы с товарищами. Опыт обмена мнениями между Мао Цзэдуном и Сталином не только отражал неравенство в силе двух стран в то время, но и предвещал, что старший брат Советского Союза будет оказывать техническую и кадровую помощь Китаю во всех аспектах более 10 лет. Высшие руководители Китая Мао Цзэдун, Чжоу Инлай, Лю Шао Цэ и так далее, заявили, что хотят учиться у Советского Союза. Коммунистическая партия Советского Союза, наш лучший джентльмен, это истина, которую Мао Цзэдун признал в июне 1949 года. С 1950 по 1963 год его часто называли периодом медового месяца китайско-советских отношений. Обе стороны подписали ряд соглашений. Советский Союз оказывал помощь Китаю в ряде аспектов, таких как торговля, высшее образование, ядерные технологии и промышленность. Китай направил войска для участия в Корейской войне в начале 1950-х годов и непосредственно столкнулся с силами организации объединенных наций во главе с Соединенными Штатами, что также вызвало одностороннюю политику Китая по отношению к Советскому Союзу на международном уровне. Однако хорошие времена длились недолго. В 1963 году КПСС и КПК провели переговоры в Москве и впервые официально признали различия между двумя сторонами. Все более напряженные отношения привели к пограничному конфликту между двумя странами. В 1969 году вооруженный конфликт на острове Даманский на реке Усури в районе реки Цезихе. Много людей было убито и ранено с обеих сторон. В августе того же года в Тиолекти, Синцзян, произошел еще один вооруженный конфликт между двумя сторонами, и китайская сторона понесла серьезные потери. Чтобы избежать эскалации конфликта, в сентябре 1969 года председатель Совета министров Советского Союза Косыгин отправился в Пекин и в течение трех часов срочно встречался в аэропорту с премьер-министром Китая Чжоу Инлаем, чтобы достичь консенсуса по сохранению статус-кво на границе и избежать вооруженных столкновений. Конфликт. Это была также последняя и единственная встреча на уровне премьер-министров между двумя странами после ухудшения китайско-советских отношений. Обмены между высшими эшелонами двух стран возобновились только в 1989 году, 20 лет спустя. Согласно позже рассекреченным архивам США, степень ухудшения отношений между Советским Союзом и Китаем в то время заставила внешний мир беспокоиться о том, что существует опасность Третьей мировой войны. В период с 1969 по 1979 год Китай и Советский Союз находились в замороженном периоде отношений. Мао Цзэдун начал культурную революцию, и политическая ситуация была неспокойной. Холодная война между Советским Союзом и Западным лагерем была в самом разгаре. За исключением одной и той же идеологии, две страны объединили усилия, чтобы поддержать коммунистическую партию Северного Вьетнама в гражданской войне во Вьетнаме. Пересечения больше нет. В то же время отношения между Китаем и Соединенными Штатами находятся в самом разгаре. В 1972 году президент США Ричард Никсон посетил Китай, и обе стороны подписали шанхайское коммуники, которое проложило путь к официальному установлению дипломатических отношений между Китаем и Соединенными Штатами в день нового 1979 года. В том же году, в апреле 1979 года, Министерство иностранных дел Китая направило ноту в Советское посольство в Китай, Китайско-советский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, подписанной МАО. Цезы Дуном и Сталином в том году, не будет продлен по истечении 30 лет. Конец этого Китайско-советского договора также ознаменовал начало тесного взаимодействия Китая с Западом в целях экономических реформ и открытостей в ближайшие 40 лет. Нормализация отношений в 1980-х годах Советский Союз подвергся более жестким санкциям и конфронтаций и со стороны западных стран за вторжение в Афганистан. Когда в 1980 году Москва принимала Олимпийские игры, Китай присоединился к лагерю бойкота вместе с западными странами во главе с Соединенными Штатами. В середине 1980-х годов экономически проблемный Советский Союз стремился к реформам, Горбачев начал проводить политику открытости, и китайско-советские отношения начали оттаивать. В мае 1989 года Горбачев посетил Китай, став первым верховным советским лидером, посетившим Китай со времен Никиты Хрущева, председателя Совета министров СССР в 1959 году. 26 декабря 1991 года, на следующий день после распада Советского Союза, Китай объявил, что признает Россию правоприемницей Советского Союза. С тех пор вы все чаще и чаще встречались на высшем уровне двух стран, и все давние вопросы демаркации границы были решены в 1999 году. В 2001 году, после прихода Путина к власти, Россия и Китай подписали китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, определяющий стратегическое партнерство на основе равенства и доверия. В 2010 году две страны подтвердили всеобъемлющее стратегическое партнерство в области сотрудничества. Наблюдатели внутри и за пределами Китая заметили, что Путин и Си Цзиньпин в июне прошлого года отложили в сторону свой серьезный статус на официальных дипломатических мероприятиях и вместе ели булочки и блины в Тиньцезине. Разговаривая и смеясь, они уделяли больше внимания тесному сотрудничеству между Китаем и Россией на международном стратегическом уровне. Последняя оценка китайско-российских отношений директором национальной разведки США Дэнни Коудсом такова. С середины 1950-х годов китайско-российские отношения сегодня больше похожи на союзнические, чем когда-либо прежде. В июле 2017 года военно-морские силы Китая и России провели свои первые совместные военные учения в Балтийском море. В сентябре 2018 года Китай впервые принял участие в российских ежегодных военных учениях под кодовым названием «Восток-18», «Восток-18». Они привлекли большое внимание со стороны внешнего мира. Аналитики полагают, что национальное омоложение, за которое выступает Си Цзиньпин, очень похоже на мечту Путина о восстановлении статуса России как мировой державы. Общий комплекс великой державы между Китаем и Россией позволяет двум странам искать сходство в своих отношениях с Соединенными Штатами. И Пекин, и Москва изначально хотели улучшить отношения с Соединенными Штатами, не слишком уступая Соединенным Штатам. Судя по истории Китая и России за последние 70 лет, Соединенные Штаты всегда были самым важным фактором. И отношения с Соединенными Штатами также являются главным приоритетом внешней политики этих двух стран. Другими словами, каждый раз, когда политика сдерживания США ослабевает и китайско-американские или российско-американские отношения улучшаются, китайско-российские отношения будут ослабевать. В настоящее время, в то время, когда Соединенные Штаты установили тарифные барьеры для Китая, поскольку ни Китай, ни Россия не могут конкурировать с Соединенными Штатами в их соответствующих экономических и военных возможностях, нет лучшего выбора, чем реагировать сообща посредством стратегического сотрудничества. Вполне предсказуемо, что если Соединенные Штаты продолжат усиливать давление на Китай, отношения между Китаем и Россией будут продолжать углубляться. В следующий раз, можете ли вы найти метафору получше, чем лучший друг?